Выяснить причину и найти виновников пожара – главная цель сотрудников органов дознания МЧС России. После того, как возгорание потушили, к делу подключаются они. Работа схожа со следовательской. Сотрудник с блокнотом и ручкой выезжает на место совершения происшествия, либо преступления, и расследует причины возникновения пожара. Дознание по пожарам является одним из наиболее сложных расследований в рамках преступления и происшествий. Так как огонь уничтожает все следы происшествия, преступлений, и очень сложно узнать точную причину возгорания. Но при детальном осмотре места происшествия и преступления, то можно выявить очаг пожара и установить причину пожара. Расследование может длиться час, а может и несколько недель. По прогару в стене, степени обугливания мебели, по окалине на металлических деталях и конструкциях, специалисты могут сделать выводы о продолжительности и температуре горения в месте очага. Один из самых простых способов уточнения, где был очаг пожара, это уточнение в квартире. Потому что, если, например, в квартире загорелся диван, то по стенам видно очаг пожара. Это своеобразный конус пожара, который идет снизу вверх. В некоторых случаях для выяснения причин нужна экспертиза. Специалисты также нередко сотрудничают с правоохранительными органами, если есть виновник возгорания. Сейчас в отделе дознания пожарной части номер один работают три человека. В дополнение к основной они проводят профилактическую работу со социальными слоями населения, чтобы предупредить случаи возгорания по неосторожности. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.